Девочка-пай Добро пожаловать в Рим! Мы продолжаем гулять по Вечному Городу. Сегодня поговорим о самом большом памятнике в Риме. Нет-нет, не о Колизее. Хотя многие думают, что это Колизей. Ведь он и на самом деле очень большой, и самый большой амфитеатр, когда-либо построенный людьми. Колизей – самая популярная среди туристов достопримечательность Рима. Здесь проходили жестокие бои гладиаторов, на арене устраивали неравные битвы между животными, в боях участвовали львы, слоны, медведи, страусы. При археологических раскопках на территории Колизея было найдено целое кладбище животных. Здесь же проходили битвы на кораблях, ведь Колизей был построен на искусственном озере, которое находилось в Золотом доме Нерона. Для этого римляне использовали очень сложную подземную систему. Арену Колизея заливали водой и проводили битвы на кораблях. Все это говорит о грандиозности и огромном размере Колизея. И все, кто приезжает в Рим, хотят увидеть это чудо света. Но мы сегодня поговорим о самом большом памятнике Рима, про который многие забывают, хотя все о нем знают из учебников истории. Этот монумент такой большой, чтобы обойти его со всех сторон, уйдет целый день. Каждая из эпох истории Рима создала свой памятник, выражающий ее суть. Сегодня мы поговорим, да и не только поговорим, а еще и прогуляемся по Аврелиановой стене. Этот грандиозный памятник считается самым большим в Риме. Аврелианова стена была построена в период упадка империи, когда враги нападали на город. Работали все по возведению этой стены, за исключением детей. Римляне времен Аврелиана знали, как с ними поступят, если город захватит враги. Про эти жестокие времена даже вспоминать страшно. Казалось бы, враг еще далеко, но в городе уже находится страх. И этот страх заставлял работать людей. Стена Аврелиана была построена между 270 и 275 годами при правлении императора Аврелиана. Стена была построена для того, чтобы предотвратить частые набеги варваров на Рим. Теперь вспомнили уроки истории? Я всегда их вспоминаю, когда гуляю по Риму. И был урок, посвященный этой стене. Так вот, старой сервиевой стены, которая окружала семь холмов и была построена до нашей эры, уже было недостаточно для отражения врагов. И в 271 году император Аврелиан решил защитить столицу еще более длинной стеной. Строительство стены уже было завершено после смерти императора в 275 году. Стена Аврелиана по-прежнему окружает исторический центр Рима. И сейчас вы поймете, почему я сказала, что этот монумент самый большой в Риме. И чтобы его обойти, надо иметь достаточно много времени. Длина стены была почти 19 километров и 6 метров в высоту. Потом она была достроена. Из 19 километров на сегодняшний день сохранилось 12 километров. Вот поэтому Аврелианова стена считается самым большим монументом Рима. В стене Аврелиана находится очень много ворот, через которые люди заходили в Рим. Если вы были в Риме, то наверняка проходили через них. Например, ворота, которые ведут на пьяце Дель-Пополо. Эти ворота находятся в стене Аврелиана. Над стеной возвышаются квадратные башни. Там были размещены боевые машины, которые камнями обстреливали врагов. Таких башен по всей стене около 400. Стена Аврелиана была построена в спешке. Да и в 275 году императора Аврелиана убили. Высота была достаточно скромная. И уже в 402 году при другом императоре, при императоре Гонории, высота стены была увеличена вдвое. Но название стены осталось, как «Стена Аврелиана». Прогуливаясь вдоль стены, или здесь уже в музее стен, можно заметить границу высоты стены Аврелиана. Она была 6 метров в высоту. И достроенную стену при императоре Гонории. Отец Аврелиана был крестьянином. Он занимался хозяйством на небольшой ферме, которая принадлежала одному богатому сенатору. Его сын хотел стать военным. Он вступил в армию простым солдатом и постепенно поднимался по службе. Аврелиан отличался от других храбростью и строгой дисциплиной. Аврелиан был императором только 4 года с небольшим, но каждый момент его правления был ознаменован каким-либо подвигом. Он был известным в Древнем Риме военноначальником, прославившим свое имя не одним военным походом. Всеми военными успехами Аврелиан был обязан тому, что строго следил за дисциплиной. Военный устав был краткий. Игры и пьянство строго запрещались. Аврелиан требовал, чтобы солдаты и лошади всегда были готовы для немедленного наступления и защиты. Он следил, чтобы солдаты никогда ничего не требовали от местных жителей и тем более не брали самостоятельно скот для пропитания. То, что я сейчас сказала о строгости к дисциплине императора, это только слова. Необходимо закрепить примером. Аврелиан был строг и даже жесток. Один солдат соблазнил чужую жену. За это виновного привязали к трем деревьям, которые силою были стянуты к одному месту, а затем одновременно отпустили. У солдата были оторваны ноги. Такие наказания наводили на армию ужас. Вообще Аврелиан прибегал к наказанию очень редко. Все-таки в армии была железная дисциплина. Легионеры боялись императора. Став императором, Аврелиан поставил перед собой цель укрепить могущество Рима. В его время это можно было добиться только путем войн и силой оружия, успешно присоединяя новые земли к Римской империи. Можно говорить много о его победах и завоеваниях, подчеркивая его мудрость и силу. После блестящих побед Аврелиан стал носить почетный титул восстановителя мира. А в Римской империи народ с большими почестями встречал своего правителя. Он был любим и римской армией, о благополучии которой он заботился больше всего на свете. Было выиграно множество сражений, но смерть подкралась незаметно. Во главе заговорщиков стоял личный секретарь императора. Этот человек, видимо, опасался гнева Аврелиана за какой-то поступок. И таких людей собралась небольшая группа. Заговорщикам удалось убить императора. Историки считают Аврелиана одним из самых великих полководцев Древнего Рима. Позже Римская империя пала, и политическая власть уступила место власти церковной. Папа Пий IV во второй половине XVI века подписал указ на перестройку и укрепление стены. Он боялся, что Рим может быть захвачен. Так что, если внимательно рассматривать стену, можно увидеть не только следы, когда ее реставрировали и укрепляли, но и папские гербы, при чем правление это было сделано. Прямо в стене находится фреска, изображающая Мадонну с младенцем. Это как напоминание об использовании стен в качестве жилья. Предположительно, в средние века и позже. Когда мы гуляем вдоль Акведуков, есть небольшой парк, где арки Акведуков находятся не так высоко, чуть больше человеческого роста. Я один раз рассказывала про этот парк, но это было очень давно. Так вот там, после войны, к аркам Акведуков пристраивали дома и арку использовали как комнату. Там белили, пол выкладывали плиткой, проводили электричество. Это до сих пор осталось, и можно увидеть. Люди уже давно там не живут, им всем дали квартиры. Но то, что под арками Акведуков жили люди, это факт. Так же, как и Колизей. Когда он был заброшен, его разбирали на стройматериал, а некоторые прямо внутри Колизея строили лачуги и жили там. У них был огород, рядом паслись домашние животные. Все античные постройки в средние века использовались для жилья. Естественно, за долгое время существования стен они были повреждены и вновь отремонтированы. В 2006 году внутри ворот Сан-Себастьяна был открыт музей стен. Не только в 21 веке задумывались об открытии стен как музея. В 1939 году ворота были отреставрированы, проведены внутренние работы, и они были открыты для публики. Но наступила Вторая мировая война. С 1941 по 1943 год здесь находился штаб фашистской партии Этари Мути. Были созданы новые комнаты с разделительными стенами, установлены деревянные и каменные лестницы, а также были переделаны полы с добавлением двух мозаик на первом этаже. Черно-белая мозаика, изображающая вождя верхом на коне и солдатов с оружием вокруг него. Мозаика 1940 года. Тот самый стиль, который был выполнен на стадионе, построенном при Муссолини. Там, возле стадиона, очень много подобной мозаики. Тоже удивительное место. Мне так и хочется снять видео и рассказать, что сделал для Рима Муссолини. Раскрыть его с другой стороны. После Второй мировой войны ворота вновь были открыты для публики и начали разрабатывать проект строительства музея стен. За эти долгие годы создания музея, это помещение было домом для семьи смотрителя. Потом некоторое время здесь находилась художественная школа. Мне кажется, что и до сих пор в каких-то комнатах проводят уроки по искусству. Музей стен работает с 9 утра и до 14 дня. И вторую половину дня помещение можно смело использовать для художественной школы. Иногда в музее устраивают симфонические концерты. Вот так неожиданно приходишь в музей, а здесь в залах и на террасе звучит прекрасная музыка. И еще забыла сказать, вход в музей совершенно бесплатный. В музее стен два этажа, на которых находится семь залов. Вдоль стен есть гипсовые слепки крестов. Такие кресты есть над аркой некоторых дверей авреляновой стены. Это относится к началу V века, когда стены были увеличены вдвое в высоту. Веревки служат для опускания решетки вниз, чтобы закрыть входную арку. Решетка проходит через трещину в полу. Сейчас она покрыта стеклом. Но через нее можно рассмотреть проезжающие внизу машины. Этот зал соединяет две массивные боковые башни. Потом мы поднимемся на террасу. Из окна вид на Апьеву дорогу. И именно здесь находится колонна нулевого километра, которая раньше стояла на римском форуме. В этом зале находятся макеты авреляновой стены. В центре план Древнего Рима и авреляновая стена, которая защищала Рим. На стене можно рассмотреть иллюстрации, как выглядела стена авреляна и ворота. Панель повествует об исторических событиях стены Аврелиана. При правлении пап, возведении чего-либо или реставрации всегда отмечалось гербом папы, при котором это делалось. Герб папы Иннокентия X. Это тот самый папа, который спонсировал строительство фонтана четырех рек на площади Навона. Помните, я недавно вам рассказывала. На верхних стенах сохранились остатки рисунков углем, а потом, возможно, здесь даже были фрески. В музее также можно подняться на террасу, откуда открывается прекраснейший вид на Рим. 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 Я была в этом музее уже несколько раз, и каждый раз гуляю здесь с волнением. Здесь никогда не бывает толпы туристов даже в самый высокий туристический сезон. Гуляя по этим стенам, ты остаешься с историей один на один, что дает возможность не спеша все рассмотреть. Дойти сюда можно пешком по прямой дороге от Чирко-Массимо. А потом, если у вас будет время, можно продолжить прогулку по Апиевой дороге, царице всех дорог. На этих информационных счетах фотографии и названия достопримечательностей, которые можно увидеть отсюда. А отсюда я люблю наблюдать за розовыми фламинго. Там за деревьями есть озеро, где всегда они гуляют. Перед нами арка Друза. Долгое время считалось, что арка Друза – самая античная, уцелевшая, триумфальная арка в Риме. Арка построена из травертина, и ученые предполагают, что она была облицована мрамором. Но потом, со временем, мнения ученых разошлись, и сейчас до сих пор не ясно точное ее происхождение. Сначала считалось, что арка была построена в IX веке до н.э. в честь Друза-старшего, приемного сына Августа. Отсюда и название – арка Друза. Также есть предположение, что это как свод акведука Аквамарча, построенного в 216 году н.э. Этот акведук поставлял воду в огромные термы императора Каракаллы. А арка была украшена мрамором, потому что находилась недалеко от главного входа в город, ведь здесь же проходит Апиева дорога. Также считают, возможно, арка была построена до акведука, а потом использовалась как опора для строительства акведука. Есть также предположение, что это были ворота, через которые паломники проходили в город. В начале V века при императоре Гонории, когда стена Аврелиана была укреплена и увеличена, арка была соединена с воротами Сан-Себастьяна в оборонительных целях. Но от этого, к сожалению, ничего не осталось. Но согласитесь, какую бы функцию арка ни несла, в наше время она поражает своими размерами. И когда находишься возле нее и видишь, что под ней до сих пор проезжают машины и проходят люди, то продолжаешь восхищаться функциональностью вечного города. Высота арки 7 с небольшим метров Из-за карантина музеи Рима были закрыты несколько месяцев. Первый музей, который я посетила после открытия, это был музей стены Аврелиана. Хочется надеяться, что эта необычная прогулка по древней стене, которая защищала вечный город, вам понравилась. Ведь я хочу показать вам Рим не только туристический, где обычно бывает много туристов, но и вот такой Рим, отдаленный от шума и суеты. На этом я буду прощаться с вами и до новых видео, друзья. Ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. Субтитры создавал DimaTorzok